МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной тур российской премьер-лиги. В гости к УГМК прилетели пчелки. Кто не знает, это Вологда Чеваката. Команда звезд с неба нехватающая, уверенно расположившаяся на четвертой строчке турнирной таблицы. Битвы, конечно, никто от этой встречи не ожидал. Но эпизодическая интрига вполне могла быть. Увы, ни того, ни другого не случилось. В душах и умах лисиц еще находилась сотня очков, добытые в игре со столичным «Динамо». И почему бы не повторить удовольствие? В первой половине Вологда еще как-то пыталась сдерживать суворовский натиск хозяек и результативно атаковать. А потом, понимая неопределенность судьбы и в какой-то мере безысходность, нет, не сдалась на милость победителю, а просто ничего не смогла противопоставить меткой стрельбе УГМК. 117-72 в пользу лисиц. Рекорд сезона в отдельной игре по набранным очкам. И 14-я победа в 14 проведенных матчах. Сегодня была просто великолепная игра. Особенно в нападении встреча получилась одной из лучших в этом сегменте за прошедший период. Все установки выполнены. Правда, защита в первом и третьем игровых отрезках меня немного беспокоит. Над этим мы еще поработаем. Если сравнивать уровень мастерства нашей команды с командой УГМК, то он, конечно же, соответствует тому счету, который в статистике. Чтение игровых ситуаций совсем другое. Если пас отдается вовремя УГМК, то у нас где-то передержки мяча идут. Но, в общем, счет по игре. Я представляю команду УГМК с победой и дальнейших успехов. Самыми результативными в составе УГМК стали капитан команды и защитник Даяна Таурази 26 очков, а также центровая Наталья Виеру. У нее 17 баллов. В Чевакате лучший показатель у Эммы Кеннон 27 очков. Мы сыграли хорошо в нападении, хорошо гоняли мяч, хорошо ставили заслоны и много бросков. У нас сегодня очень хороший процент попадания. Следующую встречу в рамках премьер-лиги Артемиды Олафа-Ланге проведут на выезде. В воскресенье 29 января они встретятся с красноярским Енисеем. Что происходит? Что происходит? Эти эмоции Олафа-Ланге проявились уже после матча Евролиги с Хатаем ББ. Они очень точно, красиво и понятно охарактеризовали то, что происходило в зале. А там происходило следующее. 35-14 после первой четверти и 28-8 после второй. Знатоки женского баскетбола в один голос воскликнули. Сегодня обязательно будет третья сотня. Подряд! Да, можно говорить о рокировках в составе Хатая ББ. О том, что перед важными матчами турецкого чемпионата дали отдохнуть лидерам команды, в том числе Кортни Перрис. Но поверьте, это, мягко говоря, вторично. Неуемная баскетбольная страсть и лисья прыть. Девчонок Олафа-Ланге живут по своим законам. И даже если бы Хатай ББ заранее предупредил у ГМК о своих планах, оранжевая дружина все равно бы не изменила себе и болельщикам. А раз так, то вот вам 34 передачи, 43 подбора, 17 перехватов, 7 блокшотов и 60% реализации с игры. Счет встречи 103-40. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто у нас в этот момент просто все получается. И у нас, может быть, не самые сильнейшие соперники, но мне кажется, что мы тоже очень-очень хорошо играем, мы очень хорошо двигаем мяч, мы играем просто как команда и из-за этого, мне кажется, вот так вот как есть и так и получается. Вот и мы о том же. Поэтому у Бритни Грайнер 20 очков за игру, у Эммы Мессимон 14, у Альбы Торренс 12 и, наконец, Ника Барич. У нее 11. В составе Хатая впереди Катерина Снытина с 12 баллами. Для нас весьма почетно сыграть в Екатеринбурге с такой сильной командой. Конечно, результат явно не в нашу пользу, но, поверьте, мы решаем свои задачи в других турнирах. Впрочем, даже если бы на площадке был основной состав Хатая, то все равно игра для нас была бы очень тяжелой. Я доволен сегодняшним матчем. Мы снова доминировали в нападении, но более ценно другое. Игроки не тянули на себя одеяло и делились передачами. Согласно статистике, их больше 30. И все-таки, несмотря на то, что мы снова набрали более 100 очков, работы по улучшению игры нам не избежать. В следующем туре группового этапа Евролиги УГМК сыграет во Франции с Буржем. Данное событие произойдет в среду первого февраля. В рамках розыгрыша Кубка УГМК среди школьников и школьниц продолжается подведение итогов группового этапа. Так, например, в Верхосецком районе лучшим среди мальчиков стал лицей номер 12, а среди девочек школа номер 63. Они и продолжат борьбу в следующей стадии турнира. Конечно же, мы, как и все, тренировались очень усердно и долго. Наш тренер положил все силы в нашу волю и в подготовку. Каждый раз такое переживание перед игрой. И после того, как побеждаешь, эмоции переполняют тебя. Ну, это еще больше сплощает наш коллектив. Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка УГМК пройдут в феврале. А финалы в марте месяце на арене Дворца игровых видов спорта. Редактор субтитров А.Семкин